Друзья, всем привет! С вами Александр Позуренко и сегодня продолжение предыдущего урока. В предыдущем уроке, напоминаю, мы создавали космический корабль при помощи техники Китбаша. Тот, кто не видел этот урок, обязательно посмотрите, будет ссылочка под видео. Чем интересен данный урок? Мы будем использовать F-Storm Render для того, чтобы рендерить быстро эффекты при помощи видеокарты в реал-тайм рендере. В качестве визуализатора выбираем F-Storm Render. Разрешение HDTV 1280. Далее при помощи скрипта я располагаю космический корабль в точке пересечения для лучшей композиции. установил камеру Ctrl-C и теперь создаю Shape Circle для того, чтобы при помощи него создать астероидное поле. Вот у меня справа такие вот камешки и они будут в качестве астероидов. Четыре камня разных размеров и маленькие для мелких камней. Я создаю мультискатор и добавляю три больших камня. Далее в настройках мультискатора выбираю Spline. Теперь необходимо сделать, чтобы астероиды были разбросаны. Для этого я ширину распространения по Spline редактирую и ставлю меньшее количество объектов. Теперь нужно сделать так, чтобы они по высоте расширились, чтобы были внизу и вверху, а не только в одной линии. Я задал размеры. Теперь я масштабирую. Задаю масштаб от 40 до 100 и необходимо рандомный разворот по всем осям сделать. Теперь я включил коллизию для того, чтобы объекты не пересекались. И нажимаю на сид, чтобы выбирать произвольное расположение камней, которое больше мне подойдет. Теперь я копирую мультискатор со всеми настройками. Удаляю объекты и добавляю маленький камень. И редактирую количество. Поставлю больше, поставлю значение 5000. Вот такая вот рассыпь астероидов получилась. Далее добавляю солнце. Редактирую расположение. Сделаем низко солнца. И сейчас я залочил камеру, чтобы рендерилось только из ракурса камеры. И нажимаю real-time render. Делаю превью. Смотрим, что получается. Достаточно темная картинка. Теперь я подредактирую количество, точнее размера маленьких камушков. Сделаю еще их значительно меньше, чтобы это была совсем такая сыпь. Мелких-мелких астероидов таких, осколков. Обновляю рендер. И смотрю, что уже значительно лучше стало. Теперь я включаю атмосферу. Картинка значительно светлее становится. Появилась атмосфера. Далее я редактирую цвет атмосферы. Делаю более темный. И корректирую distance. Далее редактирую экспозицию, чтобы картинка была ярче. Немножко увеличу качество просчета. Редактирую расположение солнца. Смещаю чуть-чуть и опускаю. И в зависимости от высоты солнца меняется цвет окружения. Более красное становится. Чем ниже солнца, тем соответственно более красная атмосфера. Выше она желтее. Ну и еще выше она становится такой синий. Далее я создаю еще дополнительный источник света, который подсветит наш корабль. Включаю target и направляю на корабль. Теперь редактирую настройки. Выбираю такой голубоватый цвет. Редактирую интенсивность, насыщенность источника света. Далее подредактирую размеры. Сделаю его чуть-чуть поменьше. Вот. И, соответственно, корабль подсветился. Ближайшие астероиды тоже подсветились. И картинка стала более красивой. Так я солнце немножко еще опущу, чтобы сделать более красную атмосферу. Далее экспозицию. Значение 9 ставлю. Чуть-чуть повышу контраст. И выбираю мультискатер, там где большие астероиды. И редактирую seed для того, чтобы выбрать наилучшее расположение астероидов. То есть несколько раз я так сделаю. Пока мне не понравится картинка. И обновлю рендер. Вот так вот значительно лучше. И получаются красивые лучи от солнца. Работает атмосфера. И астероиды тоже создают вот такие вот лучи интересные. Далее я хочу добавить еще источники света. Такие для ионных двигателей сзади. Это плоскость стандартного F-штормерского источника света. Plane. Так, сейчас я сделаю предварительный рендер. И появляется такой интересный свет даже от ионных двигателей в виде такого атмосферного эффекта. То есть он подсвечивает вот эту взвесь, частички. И получается такой интересный след. И цвет тоже у меня вот здесь такой голубоватый. Я усиливаю интенсивность. Directional Angle я уменьшаю. Как бы пучок концентрирую. И получается интересный такой вот эффект от двигателя. Уменьшаю немножко размер источника света. В общем, подбираю подходящие параметры. Далее немножко редактироваю burn. И интенсивность источника света для двигателей. А теперь я хочу создать еще один, несколько источников света. Это такие вот опознавательные огни для космического корабля. Я создаю сферу, источник света. В штормовские редактирую размер. Располагаю в нужном месте. Ставлю красный свет. Регулирую интенсивность источника света. И получаются такие вот красивые красные огни. Габаритные. Вот такого вот плана. Далее я хочу подредактировать цвет мелких астероидов. Я уменьшаю альбедо. Они становятся более темными. И редактирую интенсивность отражения. Теперь я хочу поработать с корпусом. Добавить немножечко... Ну, застарить. Я создаю микс на диффузную карту. Штормовский микс. И два цвета. Базовый. Потом копирую еще раз базовый. И у него просто меняю интенсивность. Делаю его чуть-чуть темнее. Затем я буду использовать следующий слот. Маску. Маску для смешивания. Ну, примерно такая вот черно-белая маска. Которая создаст такие вот пятна застаривания. И тип смешивания выбираем Multiply. И получается вот такой вот эффект. Можно потом интенсивность смешивания. При необходимости редактировать. менять маску и смотреть, как будет получаться. Так. И вот этот элемент. Крепление оно было яркое. Я уменьшил альбедо. Через левел. Так, теперь контраст увеличу. Экспозицию увеличу более контрастно и более ярче. И бёрну усилию для того, чтобы еще более усилить эффект от двигателей. Ну, от световых источников. Чтобы красиво смотрелось и контрастно, и сочно. Далее я хочу сделать так, чтобы на самом деле здесь четыре двигателя. И разделить этот на четыре части. Копирую те же источники света с теми же настройками. Сейчас сделаю тестовый рендер. Посмотрим, что получается. Должно как бы еще лучше получиться. Как бы разделиться. Такие четыре полосы световые получатся. Так вот смотрится гораздо красивее. Так, теперь я копирую мультискатор с мелкими камнями. И сделаю еще более мелкую рассыпь. Осколки астероидов. Редактирую параметры. Масштаб уменьшаю. И делаю большое количество этих мелких камней. Вот такая вот рассыпь получается. И редактирую сид, чтобы зарандомить. Так, делаю предварительный рендер. И смотрим на результат. Ну что ж, так значительно лучше. Уже достаточно много камней. Красиво смотрится. Такие вот мелкие осколки. Сейчас я хочу поменять маску. Для застаривания я выберу другую. Но она мне больше приглянулась. И сейчас я просто интенсивность подредактирую. Ну вот так вот, мне кажется, получилось значительно лучше. Ну что ж, мы подошли к финалу. Я поставил чуть больше количества сэмплов. И просчитал финальную картинку. И получается вот такой вот результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...